Главы регионов два дня работали над стратегиями успеха региона и всех населенных пунктов. Владимир Солодов в ходе семинара на базе Центра развития Камчатки поставил задачу сформулировать комплекс мер, который необходим, чтобы остановить отток населения и сделать Камчатку привлекательной для жизни. У нас очень много самых сильных наших ребят, жителей, молодежи уезжает или готовы уехать, как только представится такая возможность. Это критерий нашей с вами работы. Это то, что покажет, достигаем мы цель или нет. Мы должны сделать так, чтобы самые лучшие наши члены общества связывали свое будущее и будущее своих детей с Камчаткой. Впервые руководители разных уровней власти все вместе искали решение самых острых проблем в течение двух дней. Участники дискуссии определили несколько задач, которые надо решить, чтобы Камчатка стала центром притяжения. Развитие дистанционной диагностики, медицинский переход в профилактику, а не лечение. Развитие туризма молодежи по Камчатке, чтобы ездили, смотрели, восхищались краем. Значит, привлечение через длинный туризм разного вида молодежи на Камчатку, создание СПО с сетевого, с обучением за границей, притаскиванием сюда технологий, привлечением сюда учиться иностранцев, у нас тоже есть чему показать. Развитие федеральных международных центров науки в раз-два-три направлениях в луканологии, аквакультуры, может быть, что-то взять из НТИ, там, Фуднет тот же, пощупать, да. Значит, развитие центров, опережающего развитие для школьников, привлечение корпораций в благоустройстве территории. Кроме того, в ходе обсуждения вариантов продвижения Камчатки Владимир Солодов сказал, что необходимо моделировать так называемый долгосрочный туризм, который покажет людям практическую пользу путешествий на полуостров. Например, победители Всероссийских олимпиад по физике в 2021 году в качестве приза получают путевку в долину гейзеров с экскурсией и с лагерем по луканологии, где они смогут экспериментально некоторые физические процессы замерить, пощупать и сделать выводы. Это уникальный на всю жизнь будет опыт для этих ребят. Они могут не приехать потом работать на Камчатку, но они точно на всю жизнь запомнят Камчатку. Глава региона Владимир Солодов подчеркнул, что такой формат взаимодействия представителей власти гораздо эффективнее, чем многомесячные переписки и обмен документами по почте. Он заверил, что подобные мозговые штурмы будут проходить регулярно. Следующие уже в конце августа. Главы районов по достоинству оценили разворот региональной власти в сторону глубинки. Я здесь переговорил со всеми. Я поставлю на себе задание на эти два дня по встречам с министрами и замами на 200%. Поэтому такой формат меня лично очень устраивает. То есть интересный формат. Все это смотрится совсем по-другому. Много проблем у нас у всех районов. Но мы уже под другим углом их видим и думаем, что надо из себя менять, потому что где-то мы уже замылились, где-то вот эти проблемы. Конечно, мы застоялись, мы ждем. Потому что я здесь живу уже 47 лет. И вот первый раз я почувствую, что что-то где-то может сдвинуться. А вот не так вот банально. Где-то вот то-то, то-то отбыть, получить там кредиты государственные. Много дали хорошо, мало дали нехорошо. Сейчас вот действительно от нас инициатива. А что мы предложим? Общение всегда крайне полезно. В голове рождаются новые идеи. Возникает желание их претворять как можно быстрее, как можно эффективнее. Поэтому, конечно, результат есть и результат значимый. Председатель законодательного собрания Камчатского края Валерий Роенко считает, что главный эффект семинара – это перестройка в сознании управленцев. То основное, что нужно сделать в каждом муниципальном районе, чтобы дети мало того, что остались, чтобы те, кто выехал и получил соответствующие образования, навыки, приехал сюда и работал здесь. Вот здесь, я думаю, кое-какие точки уже есть. Даже в процессе вот этого двудневного семинара. Очень полезная штука, очень нужная. И вот то, что это не один, не разовое мероприятие, а это, так сказать, работа по перестройке сознания и управленцев, прежде всего. Ну и, во-вторых, поиск решений. На основании этого и будет сформирована программа развития нашего края. Напомним, Центр развития Камчатки создан Общественной палатой по инициативе Владимира Солодова для того, чтобы собрать со всех неравнодушных конструктивных сил предложения в народную программу развития Камчатки.